Дмитрий Эснер 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 Я не буду ее делать, я созвонился своим редактором, замечательная дина, которая помогала мне в процессе, ее здесь нету, но она мыслина с нами. Я сказал, что мы это опечатать не будем. В результате еще... И вот вторую, вторую, как бы вторую, не книгу, а вторую, наверное, попытку, она получилась уже такой разовый, поточный, да, какой-то канал, состояние потока, и в течение трех месяцев буквально совершенно вообще по-другому. То есть вот эта сложилась внутренняя, наверное, структура того, как я ее хочу видеть. Поэтому таким образом вот в течение полутора лет родилась эта книга, книга, которая соединяет мои знания в области психологии, коучинга, но и при этом еще пропитана, наверное, моим видением того, как устроен этот мир, тем, как живу я сам, да, и какая-то моя личная история тоже вложена в каждую страницу. Поэтому всем вам искренне ее рекомендую прочитать, и мне, ну, та обратная связь, которая уже сейчас наступает, говорит о том, что все получилось, и я этому очень рада. Спасибо большое, дорогие друзья, напоминаю, что так обычно, в рамках нашей встречи у вас есть прекрасная возможность задавать автору вопросы, поэтому, как только вопрос появляется, не стесняйтесь, высоко поднимайте руку, постараюсь ко всем подойти с микрофона. Ну, для начала вопрос, который, мне кажется, достаточно очевидный, я уверен, что уже задавали, но, тем не менее, для меня так пока и не ясно. Объясните, пожалуйста, суть названия, почему неприлично счастливая, и почему неприлично кое-где прячется, а я на титулном листе вы видим только счастливая. Вы поднимали руку? Мне не обязательно, у меня графон помолчали. Хорошо, а почему неприлично? Я не буду скрывать, что, да, наверное, когда ты делаешь какое-то произведение, тебе хочется придумать какое-то оригинальное название, которое будет цеплять слух, взгляд, вместе с моей фотографией и глазом, которые, наверное, на обложке, вот, и привлекать внимание. Это, безусловно, была первая причина, да, то есть придумать какое-то название, которое будет цеплять, это первое. Но, совершенно точно, наверное, я бы не смог бы назвать ее просто какой-то книгой, если бы название пришло в моменты моих, наверное, размышлений о том, что на сегодняшний день, и я не перестаю с этим бороться, но, тем не менее, сталкиваюсь повсеместно, у нас неприлично думать и желать личного счастья. Я в этом лично убежден, что вот этот мыслевирус, который живет в голове огромного количества людей, у нас запрещено быть богатым, запрещено высовываться, запрещено говорить о том, что ты хочешь быть счастливым. Потому что, когда человек начинает говорить о том, что он хочет быть счастливым, не хочет, вот, жить как все, выходить замуж, родить детей, работать на работе, в общем, следовать согласно социально одобряемым паттерным проведениям, то почему-то говорят о том, что он там высовывается, говорят о том, что он эгоист, говорят о том, что он думает только о себе, хотя это и есть, на самом деле, залог личного счастья любого человека. Поэтому, когда я придумал название, я подумал, что, наверное, пока, на сегодняшний день, в нашем обществе еще неприлично быть на 100% счастливым, неприлично быть легким, носиться к жизни легко, просто, и просто радоваться жизни, достигая своих целей и живя так, как тебе это хочется. Поэтому книга, я, по-моему, лично счастлива для того, чтобы каждый мог сломать, встретить в голове и верить в силу собственного счастья. Спасибо большое, Дмитрий. У кого вопросы уже появлялись, пожалуйста? Видеоруки передумали? Нет. Или все-таки? Здравствуйте, Сима. Я учусь у вас на половине ваших курсов. Я недавно с вами познакомилась и очень счастлива, что я с вами. Я хотела бы спросить вас, скажите, пожалуйста, как началась, с чего ваша тренерская деятельность, сколько людей вам тогда помогали, сколько людей сейчас помогают вам, и как вы подбирали свою команду? Вот это, кратко, наемку, пожалуйста. Как началась ваша тренерская деятельность? Вы были один или у вас сразу команда? Или сразу? Нет, мне кажется, любой путь, который мы начинаем, новый путь, мы всегда начинаем чаще всего один, ну, чаще всего, начинаем все-таки одни. Поэтому путь свой я тоже начинал один. Я, как большинство, ну, как огромное количество людей, мне всегда нравилась история больших тренингов. Да, я со мной в них все время ходил, и после института длительное количество времени, занимаясь еще бизнесом параллельно, я всегда посещал какие-то тренинги. Мне все время казалось, в его внутреннее убеждение, что, ну, наверное, для этого нужно, что-то, вот, родиться тренером. Было бы здорово, если бы у меня когда-то получилось. Ну, то есть, да, компетенция психолога есть, но консультирование меня никогда не привлекало. И, ну, началось все, на самом деле, случайно, абсолютно случайно, я считаю, это разговор за кухонным столом, как, точно, наверное, огромное количество больших идей, начинается случайно. Моя супруга надоумила меня завести блог в инстаграме, он сказал, ну, ты, как бы, не, ты же хочешь, там, что-то отдавать в мир, да, давай ты будешь вести блог, будешь писать, как бы, как бы, блог на тему психологии, это интересно, это востребовано, будешь помогать людям. И, собственно, с этого началось, я начал вести блог, как-то все закрутилось, завертелось, пошла какая-то обратная связь, стали расти подписчики, и уже через три месяца, там, решили, ну, соберу группу. И вот так как-то, вот, группа собралась, там, 120 человек, на какой-то первый тренинг, может быть, даже здесь есть те, кто там участвовал, нет таких, полюби себя за 7 дней, никто не ругал, вот, вот, у меня есть, это было все 3 года назад почти. Вот, и, собственно, да, то есть, для меня было всегда что-то инститирование, для меня не, ну, не интересно, не так привлекательно, да, и как-то вот сложилось, наверное, умение излагать свои мысли, мой жизненный опыт, моя экспертность, и все это, и плюс, вот, инстаграм, как случайно, такая площадка, которая ради интереса, я решил попробовать, и через 3 месяца у меня было 200 тысяч подписчиков, и я праздновал дороги уже не было. Вот, начинал я один, долгое время работал один, где-то, наверное, месяца 4 у меня, то есть, не было никаких помощников, а потом они приступили, начали появляться, сейчас у меня около 10 человек, у меня в команде, вот, по вопросам и по территории всего СНГ, в Питере, что самое интересное, у меня у сотрудника нету. Скажите, пожалуйста, неприлично счастливое, именно же, для женщин? Почему именно для женщин? Я больше люблю, чем мужчин, честно скажу. Это первое, безусловно, да, во-вторых, безусловно, то, что моя аудитория на 92% состоит из женщин, 108% мужчин, которые за мной сидят в Инстаграме, я не знаю, предполагаю, что это чьи-то мужья, вот, но они никак к себе, вид о себе не подают, они никак не приходят на тренинги, они не сдают вопросы в эфирах, поэтому моя аудитория вот так сложилась, да, я не позиционировал себя изначально, как, там, коуч или психолог только для женщин, но как-то так получилось, что вот я через месяц введение Инстаграма открыл свою статистику, у меня 96% на тот момент девушки, ну, и я снова обращался к девушке, вот, так говорит, вот, у меня на сегодняшний день устойчивый стереотип, это женский психолог, вот, хотя я выступаю за рецепт правиль и против вот этих сексистских определений, поэтому я, ну, и плюс ко всему, я все-таки внутренне до сих пор считаю, что женщины больше загнаны в рамки вот этих внутренних запретов, таких как должна, надо, тебе надо, ты должна, вот, ты сначала, там, будешь замуж, детей воспитай, а потом будешь думать о собственном счастье. Мужчины на эту тему, мужчины в комплексах гораздо больше на тему заработка, сколько они зарабатывают и зарабатывают ли, вот, поэтому для них тема самооценки, она, если и актуальна, безусловно, то, ну, я могу сказать, что актуальна, вот, то они в этом редко признаются, во-первых, а во-вторых, они считают, что, ну, ладно, мне главное денег, вот, когда я буду деньги зарабатывать, поэтому мужчинам надо написать «Неприлично богатый», они тогда будут покупать, а «Неприлично счастливый» это все-таки про девушку, по-свечению. Спасибо большое, Дмитрий, но, все-таки, чуть-чуть продолжая, предыдущий вопрос, но книга «Неприлично счастливая», она мужской половине, все-таки, может быть, чем-то полезна? Да. Лучше понять женщину, возможно, как бы, советовали бы вы ее все-таки для ознакомления мужчинам, возможно, мужьям, которые хотят сделать своих женщин счастливыми? Я искренне убежден, что эта книга будет не просто понятна, эта книга будет полезна для того, чтобы понять себя, она не про понять женщин, она не про… Есть какое-то убеждение у людей о том, что мы такие настолько все разные, что мы вот прям разные, то есть, вот, если человеку, например, неправильно себя критиковать, то какая разница, мужчина ты или женщина? Если ты себя критикируешь, ты разрушаешь свою самооценку. Чем ниже твоя самооценка, тем ниже твои достижения. Какая разница, мужчина ты или женщина? Абсолютно нет никакой разницы. Поэтому те инструменты, которые даны в книге, они одинаково будут полезны для мужчин и для женщин, однозначно. И я рекомендую, и мужчины, которые у меня спрашивают, я им рекомендую, они читают, и остаются восторги, и им очень нравится. Потому что эта книга не про то, что… не вот эта продаваемая история, что сейчас вот вы женщины все другие, я сейчас расскажу, почему вы несчастливы. Это про то, как научиться управлять эмоциями. Как научиться воспринимать этот мир с позитивной точки зрения, да, потому что у нас есть огромное количество сейчас, ну, назовут это современным словом хейтер в области, да, с позитивным мышлением. Вот, позитивное мышление, это такая ерунда, но при этом все забывают, что мы все-таки млекопитающие, да, мозг млекопитающего предназначен для того, чтобы выжить. И терпичное наше мышление, оно негативное, поэтому радоваться и удивляться в этой жизни можно учиться как мужчинам, так и женщинам. Поэтому эта книга подойдет и для мужчин, и кроме, если их не смущает то, что обращаешься все-таки к членовцам, как к женскому полу. Спасибо. Дмитрий, когда откроется клуб для новых членов? Спасибо. Минутка рекламы. В конце сентября у нас будет открыт ненадолго этот флук. И в дальнейшем будет почаще на все дело проследить. Спасибо. Еще вопросы, пожалуйста, у кого появились? Дорогие друзья, не стесняйтесь, прекрасная возможность спросить у книги все, что вас интересует больше всего. Дима, когда вы начали писать эту книгу, когда вам пришла идея, сколько вы ее писали? Дима, я тут у вас на двух курсах параллельно учусь, и еще марафон из Абилии проходил, как бы третий курс. Я не успеваю учиться у вас, и бываю всегда в шоке, когда с одного вебинара вы бежите на другой и преподаете, а оказывается у вас еще то и то и то было. И как вы успеваете в 24 часа сделать то, что вы делаете? Что вам помогает быть таким собранным, сгруппированным и столько людей толкаете по нескольким направлениям? Спасибо. Ну, начнем с правды, наверное. Я не успеваю все. Однозначно. И я считаю, что успевать все вообще в принципе невозможно. Успевать все те, у кого мало планов, мало целей. Это нормальная ситуация, не успевать. Но почему-то она у многих вызывает невроз. Надо принять просто то, что если у тебя большие цели, ты не будешь все успевать, сто процентов. Но ты всегда можешь начать успевать что-то самое важное. И поэтому периодически я, когда я понимаю, что у меня прямо вот этот снежный ком каких-то идей, целей, планов накатывает, я просто сажусь, выписываю все на бумагу и начинаю убрать лишнее. Безусловно, то есть почему, потому что энергия, про которую мы говорим, да, то есть если мы говорим про успевать, я не успеваю все, это иллюзия. Если мы говорим про энергию, где я ее беру, то я не занимаюсь, я не трачу просто ее на лишнее. Мы забываем о том, что, собственно, об этом тоже в том числе написана книга, о том, что до 80% нашей энергии съедает наш мозг. И вот для того, чтобы сил было больше, нужно меньше думать. И есть, ну, совсем меньше думать не нужно, да, потому что это будет вряд ли для жизни. Но совершенно точно не нужно думать о вещах, в которых никакое отношение к твоей жизни не уйдет. Например, к твоему прошлому. Твои какие-то ошибки, твои какие-то неудачные решения, твои какие-то старые отношения, твои какие-то невыполненные обещания. Это все уже прошло. И вот я, когда мы начинаем об этом думать, да, вот это надо было сделать, вот это надо было сделать, а вот это почему я не сделал, почему я там вот так поступила. А вот может быть, если бы я 4 года назад вот там вот я посмотрел на него другим взглядом, может быть, мы сейчас вот второго ребенка планировали, да. И вот на этом мы тратим жизнь и свое энергии. И вот нужно садиться периодически, выписывать эти незавершенные дела, незавершенные какие-то обещания, недоделанные цели и какие-то говорят, так, ребята, вы пока в список, в помойку, вот это мое главное, и это я буду делать. Поэтому вот такую чистку можно производить, я считаю, раз в месяц, тогда сил будет гораздо больше. Просто закрывать недоделанные дела и какие-то обещания. Просто позвонить людям и сказать, ребята, я не буду этого делать. Ну вот эти обещания, которые вот там, помоги там что-то сделать, ты не хотела, взяла, и вот тебе неудобно человеку отказать, делать ты тоже этого не хочешь, в результате ты об этом думаешь, с утра проснулся уже уставший. Почему? Потому что много мыслей говорят, не нужно. Нужно чистить ненужные мысли и ненужное окружение. Есть еще люди, которые высасывают энергии, которые тоже нужно силовое окружение играть. Отлично, спасибо. Спасибо, конечно. Дмитрий, я вот обратила внимание, смотрю за вашим аккаунтом, и очень часто наблюдаю, что вы практически всегда в хорошем расположении духа. Ну понятно, мы все пытаемся выложить свои лучшие фотоснимки, но вы в сторис всегда такой доброжелательный, позитивный. Что помогает вам быть таким позитивным, и что вас поддержит в таком ресурсе? Поделитесь про нас, с нами. Хороший вопрос. Думаю, честно ответить или не очень. Я стараюсь не снимать, потому что у меня плохое настроение. Вот, если вы охотой. Но на самом деле, это нормально, что мы бываем в плохом настроении. Да, то есть я не могу сказать, что я постоянно на посетивках. Эльгей, да я ехалик, да? Вот, мне тоже бывает грустно. Я ставлю себе, у меня есть техника будильника. Вот моя огромная техника, я о ней в книжке написал, и всем ее советую. Если хочется погрустить, надо взять и дать себе осознанно погрустить. Я ставлю себе будильник на 2 часа. Вот, иду куда-нибудь, или просто сажусь в машине, и 2 часа кручу. Через 2 часа срабатывает будильник. Нас так устроен, наше мышление, мы устроены, что оно очень цепляется за различные триггеры. Вот, будильник для нас, это триггер перехода из одного состояния в другое. У нас утром слышен будильник, а у нас разрыв. Да, вот так же и здесь. Когда мне хочется погрустить, я отдаю себе осознанное время погрустить. И грущу. При этом я понимаю, что, ну, я, соответственно, да, понимаю, что это нужно делать осознанно, потому что нами управляет то, что мы не создаем. И вот это, когда мы думаем, переносим ответственность на окружающий мир, и думаем, что это мир, там, так сложился, что поэтому я пятый день грущу и на всех срываюсь. Нет, надо брать ответственность на себя, это наше состояние, наши эмоции. У нас всегда должен быть список того, что нам поднимает настроение, что нас наполняет, да. У кого-то это спорт, у кого-то это, не знаю, ну, пирожное, там, не знаю, у кого-то это прогулка, у кого-то это, может быть, поход куда-то, кинул, например, да, то есть нужно иметь себя под рукой. Но при этом можно понимать, ну, грустно, окей. Что такое грусть? Грусть всегда связана неразрывно с какими-то воспоминаниями. Ее можно очень хорошо использовать для каких-то рутинных дел. Например, когда мне грустно, я могу перебрать бардачок в машине, например, освободить там местное лишнее. Когда у меня хорошее настроение и куча энергии, мне не хочется заниматься багажником, например, машиной. Поэтому я всегда нахожу какие-то такие дела и совершенно легко. Но при этом, еще раз повторяю, не нужно сдерживать свои эмоции. Если какие-то эмоции есть, нужно им поджевать. Но брать за них ответственность и проработать их осознанно. Вот как-то так. Ну и отдыхать уже дать. Что, еще часто, нерестурсное наше состояние, да, низкое эмоциональное, оно связано с тем, что мы просто устали. Мы просто хотели делать себе отдых, потому что, ну, даже если ты достигатор, даже если у тебя большие цели, помнить о том, что отдых – это не отдых от работы, отдых – это часть работы. И без хорошего, качественного отдыха, качественной, эмоциональной, энергетической, емкой работы не получится. Спасибо большое, Мили. Скажите, пожалуйста, а с каких вот самых первых и самополагающих шагов должна начать девушка, которая хочет изменить свою жизнь и стать счастливее? Ну, самый зачатый, что даже до того, как она приобрела вашу книгу. Просто, может, что она должна при себя сформулировать? Да ехать до магазина к нежному, миди. Возможно, еще, пока она не понимает, что ей нужно победить. Что должна сделать девушка, чтобы изменить свою жизнь? Какие первые шаги нужно предпринять, чтобы изменить свою жизнь к лучшему, стать счастливее? Первые шаги – это в 100% отказаться от критики самой себя. Нам долгое время пытались, мы не шуменушали, что это нормально – критиковать себя. Но, при этом, забывали сказать, что это действие, если это в каком-то контексте надоет какой-то волшебный пендер и заставляет нас что-то сделать, нам пробуждает некий энтузиазм, то в остальных контексте это абсолютно точно вгоняет нас в лопатию. Потому что, когда мы начинаем себя критиковать и обесценивать, у нас снижается уровень дофамина, что в итоге в результате через какое-то время может вообще привести к депрессии. Поэтому первое, что нужно сделать, это научиться мыслить в формате так называемой качественной обратной связи, то есть перестать себя критиковать вообще и начать провести анализ своей жизни на предмет того, что вот есть очень хороший тест на любовь к себе. Человек не может быть счастлив и не может добиться чего-то, ну, построить счастливые отношения, например, заниматься, получая удовольствие от бизнеса бизнесом, если он не любит себя. И вот классический, простой тест того, как сделать свою жизнь лучше. Выписать на бумажке все, что вы делаете, взять с собой блокнот и выписывать все, что вы делаете в течение недели. Вот, если прямо очень качественно хочется ставить. И в этом списке можно выделить две основных группы. Первая группа делает вас, вашу жизнь лучше, а вторая делает вашу жизнь хуже. Вот, первое, есть вещи, которые, действия, да, действия на уровне проведения, которые нас делают счастливее, радостнее, богаче, здоровее, там, энергичнее, эмоциональнее. А есть вещи, которые нас такими и не делают. И вот, когда у нас появляется такой список, мы понимаем, что мы делаем для того, чтобы любить себя, потому что любовь к себе это действие, чтобы кто-нибудь любить. Поэтому я советую всем, кто начинает какой-то путь, да, по трансформации себя, своего отношения к себе и своего отношения к жизни, именно с такого простого анализа, на две колонки, потому что тогда уже будет понятно, в какую сторону двигаться. Вот. Ну, простой пример, да. Курим, курим, это что, по-куда? Любовь к себе, нет? Курима? Да. Курима, скорее всего, нет. Например, жизнь в токсичных отношениях. Это любовь к себе? Нет. Ну, вот. А ходить в спортзал? Да. Правильно питаться? Дороговки на природе? Ну, если это, например, не нравится. Например, ты понимаешь, что ходить в спортзал – это правильно и хорошо, но тебе тяжело, тебе лениво, тебе неприятно. Точно так же ты понимаешь, что если ты уберешь в комнате или переберешь бардачок, то он станет чище, тебе будет комфортнее, удобнее, это улучшит твое качество жизни, но заниматься этим тебе не нравится, это доставляет негативные эмоции. Как быть с такими поступками? Бардачок. Вы приводили в пример бардачок. Я не могу сказать, что мне не нравится, потому что когда у меня веселое, хорошее настроение… Ну, как пример, кому-то может не нравится. Ну, задеял этот балл и не освобождает, в чем проблема. Но ведь, объективно разобрав его, тебе станет лучше, он будет чище, тебе будет удобнее, пользоваться. Жизнь не изменится, нет, это вопрос. Ну, можно какой-то более глобальный пример привести. В частности, есть же вещи, которые делать приходится, и которые объективно делают жизнь лучше, но которые неприятны. Ну, например, не хочется. Ну, например, заниматься ремонтом. Может быть неинтересно, трудно, тягостно, нервно, но, тем не менее, в итоге ты идешь к дому, который будет чище, лучше, тебя устраивает, устраивает интерес к войне. Чего-то не нравится делать, ты можешь это делегировать — представляешь им Again. У меня сейчас идет ремонт в квартире, я там появляюсь раз в три месяца, у меня есть дизайнер, который за этим следит, и рабочий, который это делает. Почему это делегировать? Это и когда есть задача полагравления, если это происходит, то когда делегировать тебе не так просто. Когда делегировать не так просто, в предыдущем Barranza, например, ремонт в квартире. Но там, в частности, у тебя уже есть квартиры, и вот – я не то же денег, driver-то, чтобы заплатить работин,¡чера- делают все для именно того abscessа… Вот, кстати, помогли посмотреть, но сейчас там уже есть гарантия можно運eter в подключ в бригаде. У тебя нет такой возможности, поэтому ты выдашься после работы, ездить и контролировать или делать какие-то работы, например, самостоятельно. Может лучше пойти на вторую работу, заработать чуть больше денег, наверное, бригаду. Или не делать ремонт в принципе? Нет, ну почему не делать ремонт в принципе? Смотрите, есть такой момент, я в своей жизни делал ремонт в своей квартире. У меня была такая ситуация. Я понял, что мне это не нравится. В следующий раз, когда я делал ремонт в квартире, я осознанно понимал, что я лучше всю зарплату буду полгода отдавать людям, выходить на любимую работу, опять же, на любимую работу. И отдавать свои доходы людям, для которых ремонт – это любимая работа. Таким образом все довольны и счастливы. Но я никогда не пойму человека, который из попытки экономии берут отпуск, чтобы начать делать ремонт в квартире. Мне это непонятно. Я люблю, может быть, просто работу, может быть, если человек не любит свою работу, он меня не поймет. Но я лучше буду чуть больше работать для того, чтобы иметь возможность делать то, что мне не нравится. Это касается не только ремонта в квартире. Если я понимаю, что мне для этого нужно, может быть, чуть больше времени покопить. Я лучше чуть больше времени покоплю, но буду сохранять рациональное спокойствие и заниматься тем, что мне нравится. Спасибо. Дорогие друзья, вопросы, пожалуйста. Дмитрий, здравствуйте. Я вообще совершенно случайно оказалась здесь, потому что здесь я нахожусь, наверное, благодаря моей подруге, которая живет в Китае и наблюдает за вами оттуда. Дорогие друзья, восхищена, все уши мне проезжали и, на самом деле, очень меня заинтересовало, и ваша страница, и, по крайней мере, очень интересная. Но у меня такой вопрос. Вы сами сказали, что все-таки ваша аудитория по большей части женская. Есть ли вещи, которые вы до сих пор не смогли понять, почему мы думаем так и не иначе? Хочется донести, но не понимаем, да? Это раз. Второе. Я вижу вас все-таки сторонним, уже наблюдателем, так как вы больше знаете и понимаете нас, да? Соответственно, у вас есть друзья, мужчины. Есть ли у вас такое желание написать для них какую-нибудь книгу, там, не знаю, бессовестно любящий, да? Или что-то такое, чтобы изложить мысль, пазлы-то, чтобы сошлись, да? Вот. Возникает ли такое желание? Вообще, в принципе, мысль, что непонятно у нас до сих пор, ну, иногда хочется вот так, ну, дорогая, ну, это же элементарно, да? И вашим друзьям бывает, мальчишинкам уже наверняка, что вступаете вы в парни или с ними, что, ребят, там все просто, там нужно делать то-то и то-то. Спасибо. Книга для друзей. У меня есть один лучший друг, он уже на полчаса опаздывает на презентацию. Вот. Я боюсь, что, как бы, если я буду поднимать, он периодически обращается с подобными советами, но степень заинтересованности, она, как бы, понятна, да? Вот. Поэтому, есть ли у меня желание написать книгу для мужчин? Нет. Есть ли у меня желание написать книгу про отношения, которая будет полгендерной и полезна всем? Да. Это будет следующая книга, я не буду пока многое рассказывать, но я планирую написать книгу об отношениях, то, как я это вижу, чтобы она была полезна и мужчинам, и женщинам, да, то есть всем. С точки зрения, почему мы, получилось ли у меня понять, почему женщины, они всегда меня слышат и понимают? Я считаю, что, лично считаю, ну, не знаю, тут могут со мной, может быть, кто-то сгнасятся или нет, но я достаточно все разбираю на такие кирпичики, что понять может в целом любой, кто готов понять, готов, здесь самое важное слово, внутренняя готовность, и хочет. Потому что единственная причина, почему меня кто-то может не услышать из тех, кто меня слушает, и того, что он не делает то, что я, ну, не делает того, что я советую. Это первое, неготовность меня услышать, а второе, отсутствие честности с одним собой, потому что признаться, что тебе не нравится твоя жизнь, твои отношения, твоя работа, но ты для этого ничего не делаешь, это уже первый шаг к тому, чтобы изменить свою жизнь. И вот на этот первый шаг, к сожалению, не все просто готовы. А вот ты, друг, не решился, а потом все это говорили. А можно дополнительно? Были ли у вас свои книги? Спасибо. Говорили, нет, не хочу, не получается, не хочет человек меняться и отходили в струк. Я всегда открыл, ну, нет, люди говорили, люди, конечно, говорят, есть люди, которые приходят, ой, нет, это все, вот это не мое, это все не мое, есть люди, которые сами себя закрывают и сели, но как мужчина может понять, что надо женщинам? Есть, которые говорят, только мужчина может понять, что надо женщинам. Поэтому люди живут в своих каких-то настройках на этот мир и я не, как бы, я открыт ко всем, да, как бы, как это, не родитель должен за детьми бегать, да, а ребенок должен к родителям идти. Вот, поэтому, кто готов, ну, то есть такого нет, что ко мне приходит, я такой, ну, пожалуйста, сделай это упражнение. Нет, 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 вы пытались, 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 но когда видите, что там блоки стоят, вы… Нет, почему? Если человек хочет, у него все получится. Ну, есть у меня ученицы, которые ко мне год ходили, два ходили. Есть, которые говорят, я год вообще тебя слушал, мне все нравится, но я ничего не делал, ничего не получилось. Но через год там что-то где-то зацепило, какую-то там, какую-то струну заделал и пошло. Да, то есть прорвало латином, и все-таки потекла вода. Это нормально, вот. Но это люди, которые готовы. А большинство людей, они просто не доходят до того момента, где я могу сказать, делай. Они просто зайдут в блог, почитают, ну, понятно, там, не живите с мудаками. Ежу, понятно, пойду, ну, пойдем, ну, как бы, ничего нового не сказал. Ничего, ну, то есть, это нормально. А есть люди, которые, в принципе, себя настраивают, что они не такие, как все. На меня это не работает. Есть люди, которые так, что, ну, окей, это их право. Когда они будут готовы, они придут, я не сомневаюсь. Спасибо. Спасибо большое еще. Вопросы, пожалуйста, у кого остались? У меня появилась. Да. Ешка, благодаря вам сейчас, у меня поздрела прозрасть, Дмитрий. Сейчас очень много информации по поводу того, как стать лучше, красивее, здоровее. В общем, куча всяких тренеров, всевозможные информации. И от этого пороговая мозг, мне кажется, что слишком много требований в наше время сейчас идет в сторону женщин. А вот мужская аудитория, она как-то где-то в сторонке. То есть, как будто бы с ними все в порядке, все хорошо, а вся проблема в нас. Да, вот ты должна быть счастливой, и только потом, как вот, ну, мужчина, его надо мотивировать, его нужно что-то с ним делать, да. Как будто они какие-то кальни-коллеги. Ничего не знают, не умеют, их нужно мотивировать, им нужно помогать, им нужно справлять. Дети еще им рожать, и еще их куда-то водить, даже на какие-то тренинги. А вот, вам не кажется, не зрительно у вас, как говорит, что очень too much для нас, и надо как-то их тоже расшевелить, потому что вот мужчина не знает даже, как их делегировать, да, вот опять же, понимаете. Вот ты не понимаешь, надо пойти, деньги заработать, больше, больше. Но это же элементарные вещи, мне кажется. А вы давно давно наблюдаете? Давно. Давно? А вы где-нибудь слышали, что я говорил, что женщина что-то должна? Нет. Вот поэтому вопрос, когда вы мне спрашиваете, а вам не кажется ли, что вокруг много информации? У меня все время вопрос. Почему нет этого? Когда ко мне приходят, и других специалистов, которые утверждают, что кто-то что-то должен. Нет, задается. И спрашивают, а Дима, а что с этим делать? Я говорю, не, не, а вот сегодня пришла девушка в эфир и говорит, как повысить самооценку после кармических отношений? Да, я тоже не знаю, что такое кармические отношения. Вот, ну почему они приходят ко мне с этими вопросами? Ну, ребята, вам кто-то про эти кармические отношения рассказал. Обисал токсичные отношения, как нормы, которые что-то придумали. Я предполагаю, я даже не знаю, о чем там, но я предполагаю, что там называют токсичные отношения, это отработка карм. Вот этот бред кто-то верит, кто-то распространяет. Я, к сожалению, не могу как бы это комментировать, я даже не знаю, да, как бы, но я предполагаю, что много специалистов, которые подобное вкладывают в голову. Я считаю, что человек должен быть, в первую очередь, с собой. Он должен понять, какой он, чего он хочет от этой жизни, и исходя из позиции, принимая самого себя, искать такого человека, с которым он будет комфортно. Я не понимаю, еще раз, если вы слышали в начале презентации книжки, я сказал, что я большой противник того, что женщин, ну, в большей степени, хотя мужчин в том числе, и надо тут, как бы, говорить, что мужчин загоняют, вот, но женщин загоняют в рамки «должна», «надо», «нужна» и так далее. Да, вот, надо помнить всегда, что твое внутреннее «должна» и «надо» — это всегда «чье-то хочу», и задавая себе это о чем. Поэтому я учу жить так, как вы хотите, а вот если где-то повлиять на тот информационный шум и продажу этого информационного шума, я, к сожалению, никак не могу. Поэтому вот здесь вопрос в том, что могу ли я расширить, смогу тех, кто подписан на меня, кто следит за мной, но я никогда не учу, что вы что-то должны. Должна ходить в платье, вот это главное, должна вдохновлять, ну, мы все понимаем, что сколько ты табуретку не вдохновляешь, как она нам они станет. И можно, как бы, смириться с тем, что просто приняйте то, что твой мужчина не достигатор, а можно найти себе достигатор. Но там есть свои тонкости, и мы об этом говорим постоянно в эфирах и везде. Вот, опять же, здесь вопрос еще соответствия, да, как бы, ну, нужно именно внутренне быть готовым, например, к тому, что мужчина будет много работать. Многие говорят, Дмитрий, вы такой идеальный мужчина, так классно, в Ленин так повезло. А кто сказал, что ей повезло? Меня зовут Крюнов, они постоянно работают, постоянно поездят в командировках, в тренингах, и многие женщины просто морально, они будут не готовы к этому, потому что им не хватает внимания, им не хватает там, им нужно, чтобы их развлекали. И это же не вопрос к тому, что, как бы, хорошо или плохо. Это нормально, просто мы все разные. Вот, а кому-то нужно, чтобы мужчина был дома как можно чаще, а я, например, дома вообще находиться не могу. Я провожу время с семьей, да, ну, например, лежать дома на диване, смотреть телевизор, не знаю, за четыре года наших отношений, по-моему, не было такого нервы. Может, только футбол, как раз в этой идее, посмотрю, все. То есть, а кому-то надо, чтобы было удобно. Мы же все разные, нельзя вообще никого законять, никакие рамки. Поэтому, если вы где-то слышите, что вас пытается загнать какие-то рамки, что женщина, надо, ну, их это, 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 ну, идите оттуда. Единственное, о чем я говорю, что мы должны быть счастливы. Я считаю, что мы должны. Нет никаких причин жить, эту жизнь не счастливы. Ее другой не будет, она одна. И вот мы каждый день, каждый день, просыпаясь с утра, принимаем решение. Мы живем, будем мы двигаться в сторону счастья или будем двигаться в противоположную сторону, там, не знаю, страданий, какого-то великомученства, жизни ради чего-то непонятного. Ну, как бы, вот, я, к сожалению, с теми, кто двигается в противоположную сторону, осознанно двигаются, да, если не осознанно, еще можно что-то изменить. А теми, кто осознанно, с ним и сложно, они считают, что они правы. Вот, поэтому счастливым нужно быть. Вот это единственное нужно, которое должно быть в жизни. Но что такое счастье, каждый понимает же по-своему. И об этом тоже важно помнить. Для каждого счастье свое. И вот нужно определить, что такое свое счастье и двигаться к нему. И все будет хорошо. Спасибо. Спасибо. Как? Ну, не совсем. Не совсем. Вы все-таки убеждены, что я должен ходить и загонять мужчин на тренинг? Нет, просто очень много в нашей жизни к нам относятся. Окей, а что вам мешает, ну, окей, относится к мужчинам? А мужчин вообще не затрагиваются. Вот они-ка отдельно живут в своем мире. А мы бегаем по тренингам. А что, ты бегаем по тренингам? Я вот так в том, что, ну, я просто сталкиваюсь с обратной связью от тех же родственников, знакомых, друзей, знакомых. То есть, как бы, ну, все говорят, что я того. То есть, я там куда-то пошла, куда-то деньги понесла, все. Я все, кто попала. Прошел год, а у меня все в порядке. Ну, квартира на месте. А просто удивляюсь. Да, это мне брат сказал, ну, Мангар, смотри, вот, рюкзачок, это уже все, первая стадия. С машины перешла на кроссовки и в рюкзачок спит. Это все, это секта. Да, вот полгода они со мной воевали, а потом сейчас уже привыкли молчать. Вот. Ну, и как бы много таких вот... Вас не устраивает его? Ну, это... Что конкретно не устраивает? Отношение мужчин к тренингам или все-таки отношение вашей семьи? Ну, не только моей семьи, вообще в целом, да? Да, да. То есть я... Мужчины не принимают это? У меня есть друг, у меня есть друг, я его знаю, ну, лет пять. Я с ним не виделась как раз, ну, да, наверное, года три. Мы недавно в Москве с ним встретились. И он, я стала ему что-то так в двух словах рассказывать, и я понимаю, что он на меня смотрит, говорит, если я когда-нибудь узнаю, что кто-то ходит по каким-то тренингам, не как в жизни он работал, такого с ограниченными возьмем. Все. Хорошо. Живет, с вами могут быть им. И живет. Почему мы должны их спасать? Нет. Нет. Смотрите, ну, во-первых, на тренинги ходят женщины больше. Я объясню, почему. Потому что по своей природе любическая часть мозга у женщин больше. Оттого они более эмоциональны. Огромное количество ситуаций в нашей жизни, да, эмоциональные, это же как в том числе страх, да? С чем мы работаем на тренингах, в общем? Мы работаем с убеждениями, естественно, у женщин их больше. Однозначно. Это первое. Мужчины меньше надо тебя назвать, потому что у них тоже есть. И это иллюзия ваша, что они не ходят. Ко мне ходят мужчины за техникой отсушка, чтобы не страдать от того, что его бросила женщина. Если вы думаете, что только женщины ко мне ходят на подобные предприятия, вы очень сильно ошибаетесь. Но мужчины больше этого стесняются, они более склонны все-таки к индивидуальной работе, чем к групповой. Это первое. Приходить на группу мужчин и говорить о том, что, простите, я страдаю, потому что от меня ушла воля, это то же самое, что выйти публично и заявить, что они не очень больший размер первичного полого признака. Мужчины на это не готовы. Это первое. К группам с рейнгом они ходят меньше, они ходят все-таки, мужчины больше заморочены на деньги, потому что им с детства говорят, женщина должна родить и выйти замуж, а мужчина тоже много зарабатывает. Поэтому мужчина идет к психологу, когда у него не получается заработать, если он на эту тему как бы думает, а женщина идет тогда, когда у него не плохо в отношениях. Все. Мужчине говорят, жениться ты всегда успеешь, научись денег зарабатывать. Поэтому у мужчин комплексы только секс и работа деньги. Вот три основных комплекса мужчин. Женщине говорят, тебе не надо, не важно, сколько ты будешь зарабатывать, главное, чтобы жена была хорошая. Это воспитание, это меняется не так быстро. А то, что тренинговая деятельность в нашей стране имеет не очень репутацию, в связи с определенными, с тем, что она только зародилась 20 лет назад, вот, и как и многие процессы в нашей жизни, да, у нас там сетевой маркетинг плохо относится, к психологии плохо относится, во всем мире ходят, как у психолога, например, да, есть чуть что не так, человек идет к психологу. Это считается нормально. А у нас, если ты скажешь, что ты идешь к психологу, ты что, с ума сошел? То, что с малой плохо? Но это наше общество, его нужно переводпитывать не только мужчин, а все общество. Поэтому сами развиваемся, воспитываем экологично своих детей, да, и как бы все будет хорошо, но чуть попозже. А можно я немножко по этому вопросу? У нас вопрос на следующий получше. Обратите, кстати, главный. Нет, нет, Девушка, можно ответить здесь? Задавай вопрос, мы передадим. Просто, Дмитрий, у меня такой вопрос. Я бьюти-коуч, и я мотивирую женщин на ухоженность, на красоту и на чистоту. И я хочу задать вам как мужчине вопрос по этой теме. Скажите, пожалуйста, влияет ли чистота, красота, ухоженность женщины и ее внешний вид на уровень ее счастливости? Да, конечно, однозначно. Но влияет на ее самооценку. А если она, когда у человека высокая самооценка, у него и в общем жизнь все начинает гораздо лучше понимать. Поэтому я здесь соглашусь, конечно. Еще комментарии? У мужчин, кстати, тоже. Я могу сказать. Тут мы все сравниваем у мужчин и женщин. Я лично убежден, что у мужчин тоже, если он ухоженный, аккуратный, и опрятный, ну как минимум лучше самооценка, значит у него и в целом. Потому что здесь же вопрос какой. Когда у нас высокое самооценка, она неразрезно связана с высоким уровнем дофамина. Высокий уровень дофамина дает нам не только как бы какую-то привлекательность, собственную привлекательность зеркала, дает нам, собственно, уверенность в себе. Знаете? И жизненную энергию в том числе. Поэтому все, что делает нас наполненным вот этим прекрасным одним из прекрасных гормонов, да, какой-то, делает нас счастливее, делает нас сильнее, да, неразрывно. А если мы при этом еще и нравимся окружающим, нам говорят комплименты, тут уже и зертоник подтянулся, вот уже и вообще пазл сложился, настроение хорошее, уверенность растет, и все получается. Поэтому, конечно, ну, безусловно, здесь даже, наверное, не... я соглашусь, не столько вопрос стоимости твоего платья, сколько того, насколько ты, ну, ухожен, мне не очень сложно, очень нравится, но мне сейчас не подобрать венами, да, но вот я на данный вопрос соглашусь. Значит. Спасибо. У кого еще вопросы или комментарии остались? Можно? Так можно. Ваша голова, презрение, путь к успеху. Я первый раз такое слышу. Это же обычно неприятно, когда человек показывает презрение к окружающим, а у вас как бы наоборот. Никак. Так. Значит, презрение, путь к успеху. Если не меня согласен, это книжки, да, написано? Вот. Но когда человек показывает презрение, то другим это не нравится. Вообще, когда мы двигаемся к успеху, это часто не нравится окружающим. Вот. Но я отвечу на ваш вопрос. Эмоция, презрение возникает у нас каждый раз, когда мы в своем, в своих мыслях сравниваем себя с другими людьми. Поэтому и очень часто эта эмоция неконтролирует. То есть, когда у нас на лице презрение, и об этом написано в книге о том, что если мы видим у человека презрение, это не значит, что он к нам негативно относится. Это значит, что человек нас сравнивает. Может быть, в большую сторону, может быть, в меньшую сторону. Но вообще презрение такая образовательная эмоция. Вот когда сидит аудитория, кто-то сидит, смотрит, у кого-то можно прочитать здесь, в зале, не буду сейчас встречаться с глазами, презрение на лице. Это не говорит, что они на меня негативно настроены. Это значит, что они сидят и сравнивают. А я это слышал, вот как видите, у меня сейчас презрение на лице. Или не слышал. Может быть, они говорят, ничего себе, этот парень говорит, а я этого не знал. А может быть, они говорят, я это и так все знаю. Поэтому я пишу о том, что в презрении нет ничего плохого, но при этом, если мы проанализируем людей, добившихся большого успеха, то мы увидим у них две важных эмоции – презрение и гнев. Поэтому презрение в ней просто ничего плохого. Мы просто устроены, что нам говорят, что вот хорошо, когда человек радостный. А еще есть такое убеждение, что мудрый мужчина – это грустный мужчина. Но при этом, что если он грустный, то значит он мудрый. Но, как показывает опыт, грустный мужчина очень быстро становится мужчиной, которому, в принципе, ничего и не надо, потому что он грустный, а он живет в прошлом. Вот, и если мы откроем, например, в книге писалось в том числе о том, что если мы откроем в журнале просто анализ людей, которые добились многого в этой жизни, мы увидим, что движущими эмоциями является презрение, как сравнение, да, у меня это есть, не есть. Это, кстати, про то, что у нас в обществе говорят, что и завидовать плохо. Да, завидовать плохо. А если ты, зависть – это и есть презрение, но если ты завидуешь и ставишь себе этот цель, что это плохого, ты увидел красивую машину, ты же, я тоже такую хочу. И ты увидел красивое платье у другой девушки, ой, я тоже такую хочу. Почему плохо завидовать? Неплохо, если ты это себе трансформируешь своей целью. Вот, кстати, написано в книге, что это нормально, когда мы видим у другого презрение. Вот когда отвращение видим, может быть странно, потому что отвращение связано с неразжимом с пищей, с испорчением. Что же были зрения отвращения? Ну, это вам кажется, что не схоже. Это все-таки разные эмоции. Эмоция отвращения – это эмоция, которая появилась у нас после ледникового периода у наших предков, когда появилось огромное количество пищи из-под льда, и нужно было определять, ну, так ученые предполагают, опять же, там никто не был из нас, поэтому ему нужно только предполагать. Вот, появилось для того, чтобы, в первую очередь, эта эмоция предназначена, чтобы не съесть и сморченную пищу. А без зрения – это эмоция сравнения. Поэтому вот тут как бы похожести в них не так много, но они рядом, безусловно, я точно не рядом с радостью, конечно. Ответил, да, на ваш вопрос? Спасибо большое. Дорогие друзья, у нас совсем немного времени осталось до конца нашей сегодняшней встречи, до вам только в сессии, но еще есть возможность задать вопросы. У кого остались, пожалуйста, не стесняйтесь пользоваться. Здравствуйте, Дмитрий. Я на вас очень давно подписана, случайно просто наткнулась на вашу страницу. Вот, очень вам благодарна. Хотела сказать большое спасибо за вас, за ваш труд. У меня такой вопрос, вот, у вас в жизни были все равно какие-то трудности, да? Я знаю, вы рассказывали, что и машину у вас угоняли было. Скажите, пожалуйста, как бороться с трудностями, когда тебе плохо, вот, как бороться, как себя вот выводить из этого состояния? И, еще такой вопрос, как вы, может быть, расскажете три каких-нибудь рекомендации, там, я не знаю, современным девушкам, вот, как жить современной девушке, вот, чтобы не натреть глупости. Спасибо. Легко и просто. Чудеса случаются, особенно со мной. как преодолевать трудности. Я, есть такая картинка в интернете, она так плавает периодически, ну, блин, как все мы, в этом, так, статусе, в соцсетях, вот, есть такие мотивационные картинки, периодически, наверное, в соцсетях не встречаются, я в этом вопросе совершенно однозначно отношусь к ситуации, когда, вот, есть проблема решаемая, есть проблема нерешаемая, да, если проблема решаемая, надо решать, а не переживать. Если проблема нерешаемая, переживать, то смысла никакого нет, потому что ее решить уже не сможешь, проще отпустить. Это первое, да, что кажется, как говорится. Вот, совершенно точно могу сказать, что здесь вопрос, ну, как бы, я не могу сейчас махнуть ухо, не переживай, хотя могу, наверное, но, проведем все время. Вот, значит, надо понять одну простую вещь, что любые решения, которые мы принимаем, если ты так наследишь, ты слышал, это уже однократно, всегда зависит от нескольких факторов, да, опыт принятия подобных решений. Вот это чувство вины, которое нам научились встраивать окружающих, что ты тоже всегда подвинуваешь. Как мы принимаем решения? Опыт, да, первое, если ты же не будешь второй раз прикасаться к раскаленной комфорте, если тебя уже обожгло один раз, ну, если ты будешь, то это уже осознанно, там, прости, не знаю, зачем ты это, вот, но, как бы, люди разные бывают. Второе, да, это опыт, эмоциональное состояние. Можем ли мы научиться управлять эмоциями? Да, я об этом постоянно говорил, мы можем научиться управлять своими эмоциями, мы можем научиться менять свое отношение к любым ситуациям, собственно, на этом мы и построили огромное количество моих, в том числе, тренинг, умение управлять, умение, управлять собственным гневом, чтобы не детей этим гневом углубить, вот, молодец, или, английский, на близких срываться, чтобы гнев направить в цели обгрузить, пойти, что-то сделать, то, что в гневе не хочется делать, то есть, любой эмоцию можно использовать на пользу, вот, поэтому эмоциональное состояние, безусловно, здесь нужно научиться работать со своими эмоциями, но, тем не менее, опять же, да, бывает эмоциональное состояние, которое мы, ну, не можем управлять, вот, не знаю, потому что состояние аффекта, или что-то у нас там сильно задело, хотя, здесь тоже очень важная мысль, что наша эмоциональная реакция, это всего лишь привычка, не надо здесь переоценивать, ну, если мы, все-таки, осознанно, то есть, в жизни, то мы знаем и понимаем, что наша эмоциональная реакция, это привычка, да, на боли, например, на похорках, люди празднуют, а у нас принято плакать, потому что до среднего века нанимали плакать, ничего плохого не произошло, пришло время, человек ушел в другой мир, нужно посидеть, вспомнить хорошее, и не надо там страдать три года, потому что человек уже выжил, так случилось, вот, поэтому, со своими, а если это привычка, значит, мы можем с ними работать, но только тогда, когда мы признаем, что это привычка, третье, это наличие необходимых ресурсов, да, ресурсов мы называем деньги, когда мы принимаем решения, информация, опять же, да, и, допустим, люди нужны, и вот, когда мы принимаем свое какое-то решение, мы всегда, ну, при этом все очень важно понимать, что решение принимаешь не ты, решение принимает твой мозг, а твоя рассудочная часть, которой ты потом, как палка, если ты любишь еще полгода, или год, она лишь описывает принятое решение, ну, почему я приняла это решение, оно уже принято, уже есть одно, огромное количество исследований, которые показывают, что мозг принимает это решение на пару секунд раньше нашего рассудка, а рассудок только описывает принятое мозгом решение, поэтому, но мозг всегда принимает его, исходя из тех данных, которые есть у него, наличие опыта, эмоциональное состояние, и наличие ресурсов, и если вчера это решение ты приняла бы вот так, потому что у тебя было сто рублей в кармане, и ты себе что-то не купила, а с утра тебе прилетело пять тысяч, и ты можешь себе позволить это купить, и ты, возможно, приняла бы другое решение, и потерять пять тысяч, то вчера бы ты так бы не размышлял, потому что у тебя не было этих пяти тысяч, поэтому какой смысл проживать о том, что какое-то твое решение могло бы быть другим, оно не могло быть другим, оно сегодня будет другим, но если тебе завтра нужно будет принимать решение, тогда ты примешиваешь на другое. Здесь нужно к этому это принять, и на основе анализа каких-то своих жизненных ситуаций просто двигаться дальше. Когда у меня угнали машину, мне было очень неприятно, но я могу сказать честно, я узнал, что ее угнали, но помню, что я не выслался, легче послать пару часов, потому что смысл паниковать такой, от этого, что машина моя появится, нет. И нужно всегда себя этими вопросами, возвращать нормальную русскую, потому что мы любим эту панику устраивать. Ах, вот там, ну, а что ты можешь сделать? Ну, квартира сгорела, ну, надо думать о том, как новый купитель, как ремонт сделать. От того, что оплакать, оплакивать полгода, как ее, что она сгорела, смысла нет. Когда мне угнали в машину, я легче поспал 3 часа, выспался, и потом полной сил поехал разбираться. От того, что я могу заявление писать в течение 2 часа раньше, от этого, чтобы никакого времени не сыграли. Вот, поэтому к этому нужно себя приучать и помнить о том, что эмоция, да, то есть вот триггер, то, что нас цепляет, картинка, человек, реакция, ситуация, и следствие ей, эмоциональная реакция. И вот наша эмоциональная реакция, это всего лишь наша привычка так реагировать на подобный триггер. Если он понимает, что какие-то ситуации у нас выводят из себя, значит, мы или учимся управлять своими эмоциями, или стараемся избегать триггеров, которые запускают эти состояния. Что тоже можно, в принципе, сделать. совет современным девушкам. Совет современным девушкам. А как совет с обменом, чтобы что? Ну просто в современном мире. В современном мире? Любить себя. даже так, наверное, удержать фокус внимания на себе, однозначно иметь цели, вот это важно, потому что почему-то считают, что цель должна быть только у мужчины, цели у женщины должны быть не менее редко. И третье, как можно чаще говорить себе, что все легко и просто. Относиться легче ко всему. Нам очень многим обломали стратегию детства относиться легко к жизни. Мы разбили какую-то, простите, вазочку, которая стоила 50 копеек, она мы убили по рукам и говорили, что мы легко относимся к жизни. Мы хотели себе купить хорошую машину, она говорила, что мы слишком легкомысленные. Мы мечтали о какой-то карьере, она говорила, что мечтать вредно. Поэтому мечтайте и относитесь к жизни легче. Это будет. Спасибо огромное, Дмитрий. Замечательный сновид я вам. Дмитрий, спасибо большое, что нашли время, что пришли к нам сегодня. Дорогие друзья, еще раз бурное аплодисменты. Вашему сегодняшнему гостю. И до обычного сайта завершилась. Теперь мы переходим к автограф-сессии. У всех желающих есть прекрасная возможность по одному в порядке живой очереди, вот только со стороны подъема, подняться на сцену и подписать ваше... У нас сегодняшнего мероприятия работает наш профессиональный фотограф. Все фотографии со встречи вы сможете найти через несколько дней в официальной группе «Буквоед» во ВКонтакте. Будет создан альбом, посвященный сегодняшней встрече. Кто еще не успел приобрести книгу, пожалуйста, добро пожаловать в выкладку «Входа в кофейню» в вашем распоряжении. Пользуйтесь возможностью. И до новых встреч. Спасибо, Митрий. Удачи. Дорогие друзья, пожалуйста, заранее готовьте книги, открывайте на той странице, где бы хотели получить автограф. Будьте готовы сказать, для кого вы хотите. Дима, мы не ставим. Спасибо. 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 Можно Вас попросить, пожалуйста, сделать автограф? Чтобы так уже совсем. Спасибо. Давайте еще раз. Спасибо. 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 Поздравляю. Спасибо. Спасибо. Медленно. Тебе, конечно. Спасибо. 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 Сейчас вам у нас изменение состава, с удовольствием готова к качеству, чуть в развитии. Не пошла? Не пошла? Не пошла. И так, какой другой способ? У нас у меня есть? Неужели? Нет. 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 Спасибо. 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 Я думаю, что проще попасть. Спасибо. 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 Я Sue Taylorot. Это тащистец ВОПА. А, у него есть? Вот такой фотография. Просл consciousness. А когдаته fellas пояснили, мол, сдел sustainable? Я стараюсь. Я стараюсь. Или кто сказал? Кто-то на Fifth minimum это сказал. Спасибо. ference先生. Спасибо за то, что Вы делаете, Вы очень много помогаете. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Спасибо. 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 Спасибо.